Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Хрязь, в которой шайка искателей приключений отправляется за очередным сокровищем, штурмуя башню, полную монстров. Вся игра уместилась в небольшой неформатной коробке, в которой укрылось игровое поле, два квадратных планшета, две дюжины золотых и две колоды различных карт. Игра отлично сбалансирована для четырех игроков, поэтому если не хватает одного или двух, их заменяют специальные планшеты. В середину стола кладется башня, которую венчает горсть золотых. Карты монстров перемешиваются, две из них не глядя возвращаются в коробку, затем три монстра из оставшейся колоды заполняют этажи башни. Те же самые действия производятся с картами сокровищ. Затем каждый игрок получает по три карты магов с синим фоном, воинов с зеленым и гномов с красным. Также каждый игрок получает по одному артефакту. Полученные на руку карты это отряд игрока. Из этого отряда игрок должен будет составить три команды, по одной на каждый этаж башни. Команда всегда состоит из трех карт, и все они обязаны быть разными, то есть герои трех разных классов или два героя и артефакт. Отправляя бойцов на первый этаж, игроки трижды тайно выбирают по одной карте и выкладывают их перед собой, одновременно вскрывая. На втором этаже игроки сперва выбирают и разыгрывают по одной карте, а затем сразу две. Наконец, на третьем этаже башни игроки выкладывают сразу три карты и одновременно открывают их. Как только все карты команд открыты, начинается подсчет силы. Сила команды равна сумме чисел на трех сыгранных картах. При этом сила хамелеона равна самой сильной синей карте вражеской команды, а артефакт всегда удваивает силу слабейшего члена группы. При этом для рассмотрения вариантов ничьей при подсчете сил выделена целая страница в правилах игры. Самая слабая по итогам подсчета сил команда получает карту монстра с данного этажа. В углу этой карты обозначено количество победных очков, которые потеряет владелец данной карты в конце игры. Также в игре есть шесть троглодитов. По одному они не опасны, но принесут тем больше штрафа, чем больше их насобирает игрок. Самая сильная команда забирает себе карту сокровищ этого этажа, приносящую победные очки. Впрочем, среди сокровищ не всегда бывает золото. Встречаются кольца всевластия, приносящие победные очки за их количество, эликсир, позволяющий избавиться от монстра и даже военный трофей, приносящий по два победных очка за каждого монстра у игрока. Также иногда сундуки оказываются проклятыми, которые победные очки отнимают. Наконец, последняя, десятая оставшаяся на руке игроков карта используется для борьбы за трофеи. Владелец самой сильной карты получает три золотых, следующий два, последний одну монету. Артефакты и хамелеоны в борьбе за трофеи не участвуют, так как их базовая сила равна нулю. После разбора трофеев на третьем этаже башни она считается разграбленной, и игроки отправляются в новую, собираемую и разыгрываемую абсолютно по тем же правилам, за одним единственным исключением. Все ваши карты передаются соседу слева. Как только четвертая башня покорена, а стопки монстров и сокровища пустели, начинается подсчет победных очков. Количество золотых прибавляется к сумме победных очков за вычетом карт монстров и побеждает игрок, набравший максимум. Хрясь – это забавная настольная игра для любителей фантазийных приключений, которые, однако, не готовы долго вникать в правила или тратить на игровую партию более 30 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...